Ну еще хотелось о пищевой и перерабатывающей промышленности несколько слов сказать. Я вам скажу сам сейчас по пищевой и перерабатывающей промышленности. Значит, в связи с тем, что граница с Китаем закрыта, я попрошу вас обратиться в ФАС и согласовать с ними план действий, чтобы у нас не начался рост цен на овощи, фрукты китайского производства. Сейчас есть такая опасность. Почему? Потому что, сами понимаете, границу закрыли. И не исключено, что сегодня наши продавцы, а так как у нас сложилась сегодня все-таки монопольная торговля, начнут задирать цены. Сейчас идем на то, чтобы заключить договора с другими поставщиками. Половина наших торговых предприятий работает с Турцией по поставке фруктов. Ну хорошо, хорошо. Мы с ними переговорили, они будут везти и овощи, и с Турцией. Нет, я понял. Ну давайте, следите. Но все равно, с сегодняшнего дня нужно все эти вопросы с ФАСом регулировать на бумаге. Самое главное, что мы должны четко и внятно понимать, что мы хотим. То, что с Турцией, с Азербайджаном и со всеми остальными, это правильная позиция, это нужная позиция, нужно везти. Но все-таки риск сегодня очень большой, что будет необоснованный рост цен. Я повторю, необоснованный.